Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, Рызочка Рыбам и Талисман. Ну что друзья, на носу зима, и как говорится, каждый готовит снасти, я хочу поделиться одним из своих секретов на эту зимнюю рыбалку, показать вам его сегодня и, соответственно, рассказать. Значит, снасть это двойная мормышка, двойная игра и своего рода. В чем фишка этой снасти? В том, что она как бы дразнит. Что я хочу показать сегодня? Значит, я часть подготовился, потому что, чтобы не занимать ваше долгое время, а часть покажу. Ну, соответственно, леску вы убирать будете себе сами, достойно того крючка и достойно той мормышки, которую вы будете подбирать. Дело в том, что я сегодня леску возьму чуть покрупнее, для того, чтобы показать, потому что, ну, мне так удобнее и быстрее будет связать снасть, чтобы показать, как это все делается. Часть из них я уже подготовил и привязал. Значит, я беру, у меня есть крючки, вот лежат на столе, я не рекламирую ничего, просто говорю, что у меня есть 0,8 размер и единичка. Очень мелкие крючочки такие, японские. Вот один из этих крючков лежит у меня на столе, я их достал уже 0,8. Снасть это больше всего можно использовать как без мотылку, но, скажу честно, можно и так же одевать и мелкого одного мотыля, и так же и опарыша. Снасть в чем состоит эта снасть? Берем обыкновенный крючочек, меленький вот эту лесочку. Ну, леску на такой мелкий крючок, конечно, надо брать в зависимости от рыбы, которая находится в вашем водоеме. Если в вашем водоеме ваша леска миллиметровая выдержит, в окуне такого, то, соответственно, можете ставить. Если у вас мелкий окунь, то леску надо ставить единичку меньше. Если у вас окунь на 300-400 грамм, значит 12-14 лески вполне достаточно. Вот я сейчас показываю, у меня леска 0,14, вот она, видите, я с катушки снимаю, беру, а 0,16 даже, что я вам показываю, потому что, чтобы вы видели, что даже 0,16 на такую крючочек можно одеть. Просто мне удобно, потому что, ну, как бы быстрее связать снасть и не задерживать вовсе время. Вот, завязываю леску мой крючок, то есть крючок привязываю. Крючок мелкий, конечно, лопаточкой это завязать сложно, поэтому попасть очень тонкая леска, это надо мне с моими большими пальцами тренировать раз в два, поэтому леска чуть потолще, я показываю вам, как она делается. С вашего разрешения смечу узел. Бутыльки. Так, ну что, крючок я привязал, видите, вот на крючке, на леске крючок привязан, вот этот 0,8 наш, японский, который говорят, и практика показала, то, что говорят, он действительно хорошего качества и достоин называться крючком. Почему такой маленький крючок? Да потому что, ну такой маленький крючок, даже и когда-либо ни у кого не клюет, на эту снасть она будет плевать. В чем фишка, я сейчас увидите. Так, отрезаю поводок, но я не знаю, так, чтобы мне было удобно его привязать. Кстати, меня было 15. Отпустим леску, убираем. Ложим поводок с крючком, переступаем ко второй фазе этой снасти. Я прикупил стопора в такие, вот, в магазине. Я опять-таки ничего не рекламирую, я просто показываю стопора. Сейчас я выкачу, я расскажу более подробно. Стопора эти, они как шарики пенопластовые, вот, если видите, вот, может, так будет, ну, че видно. Как пенопластовые шарики, но они пенопласт, с пластмассом, как бы, связанные. И, соответственно, мы что делаем? Надеваем из этих шариков один на леску. Там, который вязали поводок с крючком. Так. И у нас получается вот такого типа мормышка. Не до конца ее одеваем, вот, вот так, чтобы было. Видите? Во, крючочек и стопор. Сам шарик является стопором. И в то же время он является у нас, как мормышкой. В чем его превосходство такого стопора? Теперь я беру удочку, на которой привязана у меня уже мормышка готовая. Хочу показать. Вот у меня вольфрамовая мормышка. Видите? Привязанная на удочку, на которую я буду ловить. И вяжем поводочек наш. Ну, и затем его надо так, чтобы они не путались. И в то же время, но он был над... Ну, сейчас я покажу, я перевяжу и покажу вам, почему так привязаны, и почему на таком расстоянии. Они должны быть, как бы, красный шарик чуть-чуть выше, то есть, красная мормышка чуть-чуть выше синий. Ну, как раз, как только, чтобы хватило вам завязать здесь. Практика моя показывает, что между ними поставить узелок. Этого достаточно для того, чтобы они правильно играли. мы сейчас завяжем ее, и я все покажу. Я делаю восьмерочку, пропускаю длинный конец, так, пропустили большой конец, пропускаем термормышку. черт-чуть подчиняем. Продолжение следует... Вот, все, готово. Закрутил, сейчас откусим. Так, и у нас получается, что вот этот шарик, который стоит сверху, он у нас с пенопласта. Когда мы будем опускать воду, он будет плавно идти за, притормаживая мормышку, идти за мормышкой вниз. И в этот момент, как правило, обычно берет окунь. Так же самое, когда вы будете поднимать наверх, то он хватает либо один, либо второй крючок. Ну, я покажу сейчас в бутыле, посмотрим, как получится сейчас, как она будет смотреться. Вот, видите, я опускаю мормышку, шарик пошел вниз. Вот, видите, пошел вниз. И он, шарик плавучий, получается, крючочек вверх смотрит. Можно отгрузить его немножко мотылем или отгрузить опарышем. И вот, когда вы поднимаете ее наверх, соответственно, она больше играет, чем синенькая. И происходят поклевочки. То есть она больше приведет игру и, соответственно, больше привлекает отрывы. Как будто они между собой что-то играют или какой-то у них тут свадебный кураж. И на этом больше облегают, ну, реагируют окунь уже, соответственно. Потому что она как бы в своем свободном полете, вторая мормышка, другого цвета. И, соответственно, лучше играет, привлекает. Ну, и крючочек-то мелкий, он достаточно такой, чтобы прихватить окуня. И получается вот такая снасть. Вот очень уволистая, когда даже не плюет уже практически. Мормышку, конечно, подбирайте сами. Подбирать можно также и в шарике эти, продавить в магазине любых размеров. И как вам можно надеть на леску, я уже показывал в предыдущих фильмах. Если у вас таких стопоров нет, то вы не нашли в магазине такие стопора. Вы можете просто купить шарик вот этот ароматный на карася. Разрезать его лезвием пополам, леску вставить. Вот. И он будет достаточно держаться у вас на крючке. Также можно использовать вместо этого шарика. Ну, вот некоторые рыболовы, я знаю, обратно внимание, на ютубе вот показывали вообще на своих рыбалках. Они используют... Сейчас я покажу материал. Использует просто поролон на кусочек. Он берет на рыбалке, щипывает кусочек поролона, одевает его вместо шарика. И он даже получается еще... Если ты раздавишь поролоном опарыша или мотыля, немножко поролон, и потом оденешь, проткнешь его, то у тебя получается не шарик, а получается... Ну, нужно щипать кусочек поролона или обрезать ножничками, как шарик. И у тебя получается, что поролончик еще и пахнет опарышем или еще мотыльком. И, соответственно, вероятность поклевок становится больше. Скажу еще, добавлю такую вещь. Вот когда вы играете, не обязательно даже играть. Она может даже стоять. У меня были такие случаи, когда даже на стоячку хватало. Просто. Но то, что вот так вот стояло, и она брала меня на верхний крючок. Потому что ситуация на рыбалках бывает разная. Там подошел с товарищем, поговорил, подошел, там перекурил. Потом подхожу, смотрю, я даже и не дергал, а там сидит рыба. То есть в этом плане разный подход. Смотрите сами, как у вас там может леской играть. Можно толще ставить, основной поводок, конечно, тоньше. Она больше будет прогибаться, потому что я поставил здесь леску одинаковую. Что там, что там, что основной поводок 0,16, поэтому она не так отходит. А леска на поводке, если будет поменьше, то она, конечно, будет дольше отходить. Ну вот, в общем-то, это та снасть, которая, я говорю, что приносит результаты, даже когда они бывают такие снасти, которые уже непосредственно проверены годами. Вот, друзья, я хотел сегодня с вами поделиться. Хотел показать и рассказать. До следующих встреч. Ловите профильную рыбу. Удачи вам на рыбалке. С вами был Саня Витков Коробкин. С вами был Саня Витков.